Привет, YouTube! И как вы видите, сегодня совсем не типичное видео для моего канала. Мы сегодня решили возобновить формат, который называется на нашем канале рубрика «Болтология». Это Даша, мой главный редактор на канале. И мы с Дашей долго собирали ваши вопросы на тему моего нового кафе в Алании. Вот, Love Cafe, где мы сейчас сидим. Вы спрашивали у меня, как я открыла, где я открыла, почему я открыла кафе в Турции, а почему такая концепция. И вот Даша собрала все ваши вопросы, и сегодня мы решили на них ответить. Даша мне будет сегодня помогать, она будет озвучивать, так скажем, ваши вопросы, а я буду на них отвечать. Поэтому предлагаю не затягивать. Вам также предлагаю, если вам нравится такой формат «Болтология», писать в комментариях под этим видео, какие темы вы бы хотели еще обсудить. Ну а мы начинаем. Первый вопрос. Как ты здесь оказалась? Почему Алания и почему кафе? Оказались мы здесь в разгар пандемии. Мы приехали сюда в ноябре 2020 года. Я собрала всю нашу команду. У нас на тот момент нас было 12 человек, достаточно много. Я так скажу, мне не сразу понравилась Алания. Я помню, я вышла в самый центр, тут есть местный базар, увидела кучу вот этих фейков, увидела кучу каких-то непонятных подделок брендов. Короче, мне жутко не понравилась Алания. Первые два дня. Мы как раз напротив них сидим. Да, мы как раз сейчас напротив них. Но потом мы начали гулять. Мы встретились с нашими тут знакомыми. Они нам показали другую Аланию. Я поняла, что, блин, здесь прикольно на самом деле. Она действительно очень уютная, она очень зеленая. И плюс мне нравится, что ты живешь, получается, на берегу моря, у тебя сзади горы. Ну, то есть все это очень, не знаю, комфортно. Поэтому мы спокойненько здесь жили. Все было классно. Но в связи с моими ограничениями по питанию, для тех, кто не знает, у меня подтвержденный диагноз целиакии. И как бонус лактазная недостаточность. Вот так вот мне повезло. И помимо меня с таким же диагнозом, ну, у Марка нету, скажем так, подтвержденный пока целиакии, но у него есть подтвержденная лактазная недостаточность. И вот с таким вот прекрасным диагнозом мы приехали в Турцию, где продуктов без глютена и без лактозы практически нет. Поэтому мы столкнулись с огромными проблемами с питанием здесь. Марка Курорис. Курорис. Больше здесь ничего нету. И вот чем дольше мы здесь жили, тем больше я понимала, что мне очень хочется, чтобы здесь появилось какое-то место, куда ты можешь прийти и съесть все, что ты хочешь. И вот видно, я себе, знаете, вот эту мысль как-то заложила, заложила. И проходив с этой мыслью полгода, я поняла, а почему бы нам не открыть маленькое такое вот кафешечко. Маленькое? Маленькое. В итоге вылилось это все не в маленькую кафешечку, но изначально предполагалось, что это будет, знаете, супермаленькое какое-то заведение, где будут какие-то десертики без глютена и без лактозы и кофе. Вот что это такое. Супер-супер мини-формат, потому что, ну, я прекрасно понимала, что я нахожусь в Турции, да, что для меня здесь это другая страна, я не резидент этой страны. И что-то здесь такое глобальное открывать, это очень сложно. Но в итоге, сейчас мы к этому уже перейдем, наверное, в следующих вопросах, получилось то, что получилось. Получился полноценный ресторан, который называется Love Cafe Alania, без глютена, без лактозы, на 35 посадочных мест, 35-40, с полноценной кухней, с полноценной кондитерской и с полноценным пекарским цехом. Вопрос. Кто разрабатывал меню? Были ли какие-то особенные блюда с историей? Как ты их убирала? Что вообще происходило? Значит, на тему меню. Это был Sally Quest. Мы, наверное, протестировали 7 или 8 шеф-поваров, причем абсолютно разного уровня. Это были и шеф-повара из крутых очень отелей, это были шеф-повара из Стамбула. Но самая большая проблема в Турции, это то, что здесь нет шефов, которые могут и умеют готовить без глютена и без лактозы. Для них это совершенно новое направление, они вообще в нем не шарят, и было сложно, правда. И тогда мы поняли, что нет, все-таки это не вариант, и нам нужно искать какого-то европейского шефа, кто сможет поставить здесь меню, поставить кухню. И мы его нашли совершенно случайно. Нашего шеф-повара зовут Илья Зорин. Илья, ну это, наверное... Илья, привет! Да, Илюшу привет! Илюша супер-шеф, правда. Он, я не знаю, правильно, как это сказать, универсал, шеф-повар универсал. То есть Илья может приготовить все, что угодно, но самое главное, что у него очень большой опыт работы именно с блюдами без глютена, без лактозы и с веганской кухней, потому что Илья до этого делал проекты с веганскими ресторанами. Вот, ну плавненько-плавненько, получается, с января до апреля мы все разработали, и в апреле уже открылись. Расскажи, что в меню. Что можно поесть? Что у нас можно покушать? У нас, на самом деле, смешанное меню. Здесь есть и блюда тайской кухни, и русской кухни, и европейской кухни. Ну вот, например, у нас есть окрошка на нашем собственном кефире без лактозном. У нас есть том-ям. У нас есть, например, там свекольник каши. У нас есть каши. Да, каша гречневая, каша рисовая. У нас есть брускеты, целая коллекция. У нас есть розбик, у нас есть лосось. То есть у нас есть очень много таких прикольных, нескандартных блюд, которые адаптированы для людей, у которых есть проблемы с глютеном и сахаром. Кто создавал весь интерьер и придумывал декор? На самом деле, я очень долго искала дизайнера, кто смог бы мне разработать именно концепт, но в итоге поняла, что могу сама. Раньше я этим занималась, поэтому что я делала? Я ночью садилась за ноутбук, который тянет мою любимую программку, и начинала там креативить, расставлять по чертежам оборудование, как лучше поставить барную стойку, как лучше, не знаю, где лучше разместить в целом бар, какую мебель поставить. Вот, поэтому, в принципе, у меня все сохранилось. Я вам сейчас прям готова это показать, как все начиналось и к чему мы пришли. Вот, собственно, как выглядит наш ресторанчик вид сверху. Барная стойка у нас располагалась вот здесь вот, с самого начала. Но я поняла, что мы сжираем очень большое количество помещения внутреннего, и я решила поставить барную стойку под углом. Хотя, в принципе, это, наверное, не очень правильно. Но, так или иначе, мы сэкономили место. Здесь уже можно увидеть финальные рендеры. Финальные рендеры мне, кстати, делала моя подписчица Настя. Настя, привет тебе большое передаю. Это как раз референсы, которые я скидывала. Это наши кактусы. И потом можем заметить с вами, что практически нам удалось найти такие же. Здесь мы выбирали, какой у нас будет бар. Здесь уже есть финальная раскладка по столикам. То есть, как они будут располагаться, какое у нас их количество. Также у меня есть фотографии, как проходила наша стройка. Вот, смотрите, стройка нашего кафе. Здесь уже нам, конечно же, поставили все витрины. Здесь уже не совсем порнография. Были какие-нибудь факапы? Да, был огромный факап вот с этой вот стеной, потому что, когда нам выкладывали камень, его выложили отвратительно, его выложили неровно. Он весь вплыл вот такими вот волнами. Ну, в общем, все это выглядело очень не очень. Но я считаю, что нам удалось повторить практически, ну, наверное, 90% нашу концепцию и идею. То, что я и планировала на рендерах, то оно, собственно, в жизни и получилось. Расскажи, были ли какие-то проблемы при открытии бизнеса? Что-нибудь интересное? Мне кажется, что проблемы были, есть и будут, потому что бизнес – это процесс, которым не бывает, знаете, так все. Всегда идеально. Например, мы предполагали, что кухня должна быть вот такой, да? Мы заказали кухню, она к нам приехала, а она не встает. То есть неправильно сняли размеры кухни, и весь хром, ну, то есть все хромированные части, столы, короче, все это вообще не встает. Соответственно, надо кухню отправлять обратно и полностью переделывать. У нас были огромные проблемы с канализацией в этом здании, потому что это здание одно из самых старых зданий в Алании, одно из первых старых. И, как вы понимаете, все коммуникации, они все были старые. Мы переделывали полностью все водоснабжение, мы переделывали всю канализацию, мы переделывали всю электрику. Причем это, знаете, как было? Понемногу. То есть вот мы положили стену, уже все, финальная отделка, а потом хоп, и у нас где-то что-то коротнуло. И мы такие, а, нам надо переделать электрику. Мы снимали камень, переделывали электрику, то же самое было с канализацией. Как у вас трубу прорвало? У нас здесь, да, то есть, кстати, у меня готовый ремонт, все, у нас там, а-ля, там, через месяц открытие, мы приходим в ресторан, а у нас просто потоп. У нас все, короче, затопило, у нас по всем стенам бежит вода, потому что где-то там, на третьем этаже, у кого-то в апартаментах прорвало, короче, трубу, и теперь это все льется к нам. Короче, это была жесть, правда. И я в какой-то момент даже думала, что мы вообще уже не откроемся. Открывались мы 8 месяцев, ну, это с момента, вот, как мы арендовали помещение до момента открытия. И мне, правда, в какой-то момент я сидела вот там вот, когда нам пришла неправильная кухня, я сидела и просто рыдала и говорила, что, ну, все, ну, это уже все, Алис, я не хочу открываться, я не знаю, что делать, давайте, наверное, как бы все это поставим на стоп, потому что... У меня это фото, кактусы, кухня, вы сидите там. Да, это уже, у меня уже было такое, знаете, отчаяние полнейшее, потому что не было шеф-повара, не было ничего, была я, сидящая на этих холодильниках и морозилках, и плачущая, вот. Поэтому все приходит с опытом, главное это не бояться, не бояться ошибок, ошибки всегда будут. Отсюда вопрос, как ты все успеваешь и кто всем этим управляет? На самом деле я не буду лукавить, моя задача была открыть это кафе, да, то есть максимально подготовить все для открытия, поставить все это на рельсы, а сейчас этим управляет отличная команда ребят, с которыми мы работаем. То есть это управляющие, у нас двое, это шеф-повар, это сушеф. Я сейчас уже принимаю в ресторане решения более-таки, наверное, глобальные, то есть, ну, например, мы добавляем какую-то позицию в меню, я обязательно ее тестирую. Например, мы решаем обновить полностью там, не знаю, дизайн какой-то, да, в кафе, я это согласовываю. Все, что касается социальных медиа, я это согласовываю. Все, что касается, наверное, внутренних каких-то вопросов, уже знаете, там типа, не знаю, там, кто-то запорол картошку, килограмм картошки пропал. Никто мне уже, конечно, не звонит и не говорит, Катя, надо делать списание картошки. Нет, этим я уже не занимаюсь. То есть я уже решаю какие-то глобальные вопросы по нашему развитию, по тому, как мы себя позиционируем в социальных сетях, по работе непосредственно с клиентами, по сервису. То есть я не занимаюсь какими-то рутинными вот этими вот ежедневными проблемами или задачами. Планируешь себе открыть второе кафе? Давай. Спойлер, оно уже есть. Спойлер, спойлер. А знаете, что самое интересное, когда мы открыли лав-кафе в первый день, это было 7 апреля 2022 года, ко мне подошли мои подписчики и сказали, блин, Катя, вообще лав-кафе получилось супер, класс, планируешь ли ты в ближайшее время там, может, в Анталии открыться, еще что-то. Я вот так вот стояла, здесь у меня были такие сеньки под глазами, потому что первый день я работала официантом здесь, у нас не было персонала, и я работала официантом. Ну, я в этом не вижу ничего такого, знаете, ужасного, типа там, ааа, ты работала официантом. Ну да, не было персонала, я помогала, как могла. Я тогда сказала, я никогда в жизни больше не полезу в ресторанный бизнес. Это трэш. Я помню. Помнишь, да? Я просто офигела. Но как-то так получилось, что вот сейчас, в сентябре 2022 года, то есть спустя получается апрель, май, июнь, июль, август, спустя 5 месяцев, мы открываем второе заведение. Буквально вот в 50 метрах от нашего основного, но это совершенно другая концепция, это кондитерская, это завтраки, это пекарня, это круассаны, это вкуснейшие просто десерты, нереально вкусные. Вот, к нам приезжал шеф-кондитер из России, девочка, которая поставила нам полностью десертное меню, частично, вот, а Илья, наш основной шеф-повар, ставит здесь завтраки и круассаны. Так что буду всех ждать совсем скоро в нашем новом заведении. Вопрос такой, если у тебя была бы возможность откатиться назад, что бы ты исправила, изменила, дай советы. Ну, во-первых, я бы не тратила время на самостоятельный вот этот вот, знаете, поиск а-ля, ой, я сейчас сама решу, какую кухню надо заказать, сейчас я что-то там где-то почитаю. Я бы точно сейчас пошла бы по другому пути. Я бы сначала нашла бы шеф-повара, потом бы мы с ним разработали меню, и только после этого мы бы с ним заказывали кухню. Потому что у меня вообще процесс был по-другому весь построен, вообще неправильно. Вот. А второе, чтобы я бы, наверное, исправила, я бы не тратила время на поиск турецких шеф-поваров. Я бы сразу, ну, я бы сразу обращалась к европейским шеф-поварам и кого-то бы привозила. Это, наверное, два момента, которые я бы подправила, а все остальное пусть будет. Пусть будут потопы, пусть будут проблемы с канализацией. Знаете почему? Потому что это все опыт. И в следующих проектах, если бы я бы через это не прошла, я бы все равно через это прошла бы в каких-то других моментах. Зато сейчас у меня есть классная команда ремонтников, классная команда менеджмента. У нас есть практически любая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Например, у нас сломались холодильники, или нам нужно новое оборудование какое-то. У нас на все есть контакты, мы знаем, к кому обратиться, мы понимаем, сколько это стоит. Мы понимаем, как сделать так, чтобы нас не обманули. Потому что, друзья, Турция – это страна для ее бизнеса. Вы себе даже не представляете, как здесь все любят нагреть, особенно иностранцев. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны и осторожны, особенно туристы. Друзья, у нас на самом деле закончились основные вопросы. Но если вдруг у вас остались какие-то отдельные специфические вопросы, вы можете написать их мне вот в этот вот бот. Я вам отвечу либо в личном сообщении, либо отвечу у себя в Телеграм-канале. Если вам понравилась рубрика «Болтология», если вам нравится со мной болтать в таком вот формате, то, пожалуйста, пишите темы для следующих роликов. Еще я могу рассказать про родовские усы. Это тоже заслуживает отдельного внимания на целый ролик. В общем, пишите, голосуйте. Мне будет очень интересно знать ваше мнение. Спасибо вам за ваше внимание. Мы вас всех очень любим. Пока-пока.